Приветствую вас, уважаемые рыболовки! Мы с вами на канале Рыбалка Кривой Рог. Поздравляю всех, друзья, с прошедшим Новым Годом. Хочу сегодня, друзья, раскрыть такую тему. Поплавочная удочка в карповой ловле. Хотел сразу фильм назвать для начинающих рыболовов, с чего начать свою карповую ловлю. Но все же, друзья, подумав, решил, что удочка... Я сейчас в данный момент уже более 10 лет занимаюсь карповой ловлей. И в основном использую своих рыбалок. Не только дальний заброс, как говорится, классический метод, но и удочку поплавочную. Так, смотрите, друзья, хочу рассказать про поплавочную удочку. Какие плюсы, какие минусы. Плюсов, конечно, очень много. Их таких основных 4. Первый плюс в удочке, поплавочной удочке у нас для карповой ловли, ребята, смотрите, это, конечно, цена. Всем не секрет, что карповые, карповики, оснастки, карповые стоят много очень денег. Удочка, как бы, можно купить дешевую китайскую удочку. Можно... Самое главное в этой удочке будет у нас, смотрите, эта катушка. Катушка обязательно у нас должна быть хотя бы более-менее 30 долларов, чтобы она стоила. Можно, конечно, использовать и более дешевые катушки 10 долларовые, но они уже не так будут эффективны. Когда вы будете ловить карпуху, все-таки для более таких крупных экземпляров, ну, нужна катушка более-менее такая массивная. Хотя бы 3 тысячи, 4-5. Ну, думаю, 5 тысяч было бы достаточно. Второй плюс у нас поплавочной удочки, это, конечно, сама оснастка. Она у нас против карповой удилищи, когда вы вытягиваете карпуху такого килограмма на 3. Ощущения на удочку просто сумасшедшие, просто обалденные. И таких ощущений на карповике вы, конечно, не получите. И поэтому я считаю, что это тоже плюс для удочки по сравнению с карповой ловлю карповиками классической ловли. Третий плюс у нас заключается в том, что оснастка у нас деликатная. Я бы хотел сказать, что особенно это ощущается весной, осенью, когда вода прозрачная, карп не сильно активный. И получается, что мы закидываем большие груза. У нас леска толстая на дальний заброс. Нам, естественно, нужен большой груз, чтобы выкинуть далеко. На удочку у нас, смотрите, грузики стоят небольшие. И карп мне не пугается. У меня были такие случаи, что по весне, особенно по осени, что на дальний заброс рыба отказалась. Отказывался карпуха брать. А на удочку такие поклевочки у нас были. Были пойманы, я помню, у меня трехкилограммовые карпухи. Такая история у меня была. Как раз расскажу вам про эту историю. Что приехав на рыбалку, закинул дальний заброс, прикормил точку. Прождал целый день. Отзывов рыбы не было. Это было прошлой осенью. Закинув удочку поплавчаную. Прикормил немного места. И получил первые поклевки. Бывают такие ситуации, что удочка просто выручает. Четвертый, друзья, я бы сказал, плюс. Это прикармливание. Если дальний заброс, надо будет иметь ракету, лодку. Прикармливать на удочку. Все просто. Слепили шар. Гороха немного закинули в точку. Максимальная длина, которую я ловлю на удочку, составляет 20 метров. Поэтому, я думаю, не стоит. Стоит большого труда прикармливать поплавчаную удочку именно с руки. Слепив шар, закинув, немного гороха. Друзья, пятый, я бы назвал плюсом. Это удочкой можно подлезть там, где невозможно подлезть карповыми удилищами. То есть, где-то в окно, где-то в камышах можно ловить. Там, где невозможно закинуть удочку на дальний заброс карповыми удилищами. Это тоже считаю хорошим плюсом. Один самый большой минус удочки. Мы, когда приезжаем на рыбалку, мы едем, естественно, отдыхать с друзьями, знакомыми. Мы много шумим, поэтому карпуха боится. Он не подходит близко к берегу. Это, я считаю, самым основным минусом в удочках. Смотрите, наши деды ловят на удочке и довольно-таки успешно. Иногда они могут просто обловить любого карпятника. И карпятники некоторые будут невдомене. И, как так, какой-то дедушка мог обловить. Как говорится, нельзя в секторе шуметь. Когда вы ловите на поплавчанную удочку, надо вести себя тихо. Многие молодежь не выдерживают такой нагрузки. Хочется отдохнуть, покричать. Приезжает много с детьми. Я, конечно, посоветовал в эти моменты, возможно, поставить удочки куда-то хотя бы метров 20 в другой сектор. Чтобы отдыхали в одном месте, а удочки у вас стояли поплавчанной на карпа в другом. Ну, или, конечно, не шуметь, не ходить. Самый большой карпуха у меня был пойманный на поплавочную удочку 7 килограмм. Друзья, в тот момент я помню, как это было, что это было 7 утра. Было тихо. Я встал с утра часов, наверное, в полчетвертого, прикормил место. И сидел в кресле, кемарил. Получил, конечно, сумасшедшую поклевку, разматывание фрикциона. Просто разбудил меня разматывание фрикциона. И был пойманный мой трофейчик на поплавчанную удочку 7 килограмм. Друзья, хочу еще отметить, на что ловить на удочку. Приехали мы на водоем. На что ловить на поплавчанку? Конечно, была самая лучшая наживка для поплавчанной удочки. Это, естественно, червяк. Ну, вы сами понимаете, приехав на водоем, закинув на червяка, возможно, много сорной рыбы будет. Окунь хорошо отзывается на червяк. Мелкая рыба, такая как тарань, красноперка. Поэтому червяк как бы не очень эффективен в плане того, что мелочь на него много садится. Дальше у нас идет, конечно, консервированная кукуруза. Но, опять же, консервированная кукуруза у нас, на нее тоже садится мелкий карпуха. Такой от полкилограмма, может, грамм 300 на кукурузку. Все-таки бы рекомендовал бы я закидывать на горох. Горох более-менее уже отсекает мелочь. И на карпуху, на горох уже может клюнуть и крупный карп. Все-таки хочется, когда вы держите крупного карпа, это более такая... Все-таки приятнее поймать крупного карпуху. Особенно, когда карпуха... Если карпуха более трех килограмм, вываживание такого карпа, друзья, составляет такое... Ну, такие ощущения просто не передать. Обалденные. Все-таки, друзья, я бы все-таки на удочку рекомендовал бы использовать волосную оснастку. Почему именно волосную оснастку? Потому что, если ловить на горох, я имею в виду про горох уже, он уже крупнее. Крючки, конечно, мы на удочку большие не ставим. У нас крючки там 8 номер, 6 по евро стандарту. И поэтому, горошина уже немного как бы большеватая. Есть, не то что есть, а мной замечено, что много происходит сходов. Поэтому, волосная оснастка в этом плане будет очень-очень полезна. Как сделать волосную оснастку, я думаю, это не проблема. Все, каждый может загуглить, найти, как ее сделать. Волосную оснастку в интернете. Что хочу сказать, что я лично пришел к выводу, что самая лучшая оснастка. Смотрите, давайте посмотрим на нее. Это, естественно, кукурузка искусственная. Мы ставим под низ и сверху горошина. В чем прелести такой оснастки? Именно по карповой ловле, получается у нас сама оснастка, презентация. У нас она получается нейтральной плавучести. А нейтральная плавучесть, то есть, когда карп начинает всасывать оснастку, он не чувствует крючка. По поводу катушки на удочку. Конечно, катушка не должна быть китайской, друзья. Если вы уже ловите карпа, то, конечно, бы хотелось... Поэтому рекомендую ставить катушки уже такие от 30 долларов. Там, где фрикцион можно отрегулировать. Во время поклевки нужно, чтобы фрикцион был не полностью попущенный, а была такая натяжка, чтобы карп хорошо мог засечься. Потому что, вы же сами понимаете, это поплавчанка. Это не дальний заброс, там, где большие грузы. Такие поверья, что груз должен быть хотя бы грамм 60, чтобы карпуха засекся. На удочках оснастка деликатная, там грамм 20. 10, ну, 10-15 грамм я использую дальний заброс. У меня в основном грузик весом 15 грамм. Для того, чтобы карпуха засекался, мы немного затягиваем фрикцион. Но затягиваем до такой степени, чтобы при поклевке у нас он обязательно не порвал нам нитку. Как говорится, мы с вами не прощаемся, мы вам только говорим до свидания. Ну все, дорогие друзья, давайте, пока-пока. До новых встреч, пока, друзья.